Говорит штаб эпидемии! У нас радостная новость! Мне присвоили звание генерал-экспейсера! Спасибо! И я нашёл средства от эпидемии! Нужно всем посыпаться тут-то! Но есть побочь тебе! Организм может сдохнуть! Взагалі ця передача, ця передача, вона точно відзеркалює наш божевільний час. Час, в якому, якщо у нас немає почуття гумору, ми всі, мабуть, помремо. Бо тільки гумор, тільки таке легковажне дитяче відношення до життя і дає нам можливість вижити в цьому божевільному, але такому прекрасному світі. Пішов від нас! Встречов ти наш товарищ! Його добре сердце не витримало, що бити не можна. Його лагинні очі назавжди заплющилися прямо на мокті. Вічно йому пам'ять! Бо вічний склероз вже був в ньому. Я закінчу. Тепер давайте його десь закопаємо. Вічний йому! Оскільки я дуже люблю все, що пов'язано з жартом, я думаю, що в кожній передачі це було щось дотепне і несподіване. Я ніколи не знаю, який буде наступний жарт, який буде наступний трюк. Хорошо, що це не заразно! А хто вам сказав, що це не заразно? Первое, я хочу, чтобы шоу Довгоносиків, чтобы шоу Довгоносиків столько жило на свете, сколько жив сам Бернард Шоу, который дал назву этой передачи. Бернард Шоу Довгоносик, чтобы минимум 90 лет эта передача была. Кроме того, я бы хотел, чтобы эта передача была более музыкальной, потому что на нашей эстраде, украинская эстрада всегда была, выразнялась сумными песнями, скорбота, думы. И не хватает, и раньше не хватало, и сейчас не хватает, каких-то очень веселых, смешных, дотептных, и с такими долгими носами песнями. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Сьогодні у нас дві новості Погана і дуже погана Тобто, нарад у нас більше не буде Руки вверх! Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ах! Ах! Акторий на робочи собаку съели! И мне только хвост остали! Ах! 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 У режиссера даже крана нет! Крана нет! И в мраморную джакузи перли на пяти поверх вот этими руками! Ах! Ох, какие мозоли натёрли! Ааа-а! А они питаются, а какая у вас техника? Что, говорю? Да какая у нас техника на жопраду? Знимаю камерой, на которой же братцы Люмер Бавилися в детском саду А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Мы же пленку проявляем в корите, в яком еще свиньи едят. И вечно заважать. А у режиссера, стыдно сказать, а я в квартире спонтанно працюю. А в третьей квартире бассейн поломався и протекая. Прямо в третью квартиру. Я прошу вас, дайте гроши, дайте. О, оператор пішов по магазинах гвозди просить, чтобы объектив прибить. И комиссия говорит, на чорте нам ты шоу, которому грошей нема, техники нема, режиссера уволили. Шо? Мене, я, я, а, шо? Закрыти нас хотят. Закрыти хотят по техническим причинам феврально-творческого обнищания. Непланты и печать такая. И пішла, пішла комиссия. Ай, не надо. И раппу. И ходит другая комиссия. Комиссия по финансам культуре и по культуре финансам. И говорят, а ну, где у вас гроши? Я говорю, шо? Гроши? Я уже ученый, я уже опытный, я говорю Грошей у нас видимо, не видимо У нас столько грошей, что свиньи их не клюют и кури не едят У нас столько грошей, что от обжор спасите и обмороки бывают У нас столько грошей, что даже актерам повысили зарплату Так они взяли и кофиру морду набили, потому что видеть эти гроши не могут А они говорят, вот и доброе, бо вы нам должны И завтра придем и обписем ваше имущество Вони обписывают наше майно Дурочки, зараз придут два корреспондента, заберут у нас имущество и обписывают его в газета Бо нас так все люблять, что хотят все про нас знать, навіть яке у нас майно Ай, без майна творческой не бывает Поэтому я заховал самое дорогое, что у нас есть Это наш рейтинг Я никому его не отдам Шай нашего шоу не будет Но рейтинг это наше Я даже не могу уявить Как я пищи Никого не буду бить по морде И вы все пойдете на панель Чтобы штукатурить Ее сементом с лопатой А пока этого не случится Пожалуйста, быстро Без пехота Силь по рабочих местах Ешь раки Спевать свою лебединую песню Мои кнопочки Ну шо, тряхнем стариной Ну давай, восстанье Увага! Смей по местам! А, пресса! Будете описывать Мой творческий метод Слушайте, а я в ломбардии вас не бачу Ну коли шарика закладу? А, ну ладно Жму кнопку! А, ой! Ай, стой! Куда не поїздь, стой! Потворя! Это же мое орудие производства! Ну ничего У нас есть второе орудие Увага! Второе орудие! В огонь! Поехали! Добрый вечер! Починаемо шоу До волосики! Дураки! Хе-хе-хе Ой! Уголили ротик у моего тела А я извиняюсь Дело в том, что я сегодня Опрокинул на штаны Независимые от себя обстоятельства Хе-хе Ну ничего Современный гений без штанев Можешь объявить сериал Про обнищавшего сыщика Шерлока-Конца И его доктора Разорившегося Ватсона Каким осталась одна надежда Профместор Мориарти Которого надо споймати И ждати в ламбард Хе-хе Ой! Ха-ха-ха-ха! Простите, доктор Ватсу Вы не скажете, где сейчас находятся Великие сыщики времен и народа На Бейкер-стрит У себя дома, мистер Холмс Доктор Ватсон Слесаря вызывали? Нет, мистер Холмс А что, слесарь пришел? Это, наверное, миссис Хатсон вызвала У нее на кухне протекла дыра Подлоги шеи Никто пропитание Ватсон Вы заметили, как я умею перевоплощать? Нет, Холмс Не заметил А как вы это умеете? Да, Ватсон, вы заметили, как я потрясающе вхожу в образ? Во мне умер гнильный актер Нет! Во мне целое кладбище великих актеров Ух ты! Как интересно, Холмс От чего они умерли? От жабы, Ватсон Их всех задавила жаба, когда они увидели мое мастерство О, хотите, я вам покажу небольшой миссис Холмс Конечно, Холмс Тогда смотрите, я сейчас выйду и перевоплощусь в миссис Хатсон Ух ты! Грандиозно, Холмс Почти как настоящая миссис Хатсон Только вам нужно еще немножечко поработать над физиономией У настоящей миссис Хатсон физиономия еще отвратительней А я пошутил Видно, один из актеров, которые во мне умерли, был комедиантом Боятся! Хотя и в серьезных ролях мне тоже нет равных Хотите, я для вас играю? О, инспектор Лестреда! Конечно! Только если это не больно! Искусство требует жертв! И сегодня выбор пал на вас! Вам понравилось, вас! Я так и знал, этот чуд называется инспектор Лестред, бросается из засады в гири! Не правда ли похоже, а? Просто не отличит! Это еще что? Я могу замаскироваться под ужасного профессора Мариарти! Да-да, да так, что даже он не отличит меня от себя! Да! Не может этого быть! Одну минуточку! Ух ты! Это удивительно, Кост! Чудовище как настоящее! Если бы я знал, что это не вы, я бы никогда не подумал, что это вы! Но иди наоборот! Черт поделиваться, никак не могу найти! Гри Мариарти, вы его не видели? А вы... А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а! Вы видели, Ваше! Кого, кого? Гри М? Ты нет, Мариарти! Мариарти! Сидел, Холмс, сидел! Это удивительно! Как же вам так удалось? А-а-а! В Мариарти был настоящий! Кому вы это рассказываете, Холмс? Я старый театрал! У настоящего Мариарти на три борода в тем больше! Нет! Вам нужно еще поработать! Ну, посмотрите! Посмотрите! Ну, какой же это Мариарти? У настоящего Мариарти руки по локоть в крови! А у этого что? У этого только кончики пальцев! Не верю, Холмс! Не верю! Не-не-не! Ну, работа, конечно, хорошая! Но все равно! Нужно еще чуть-чуть поработать на добрый! Пацан! Холмс! Это я! А это настоящий Мариарти! Холмс! Ну, где вы видели такого Холмса? Где ваша скрипка? Ваша трубка? И ваша бар? Холмс! Когда вы изображаете Холмса, Голову нужно поддерживать чуть-чуть руками и на бекрень! И меньше, меньше интеллекта! Во мне умер дикий режиссер Холмс! Жаль только, я не знаю, где его могилка! Эх, если бы я не зарыл своего таланта в пипетку, я бы вам показал сейчас, где Шекспиры зимуют! Но ничего, я еще кое-что могу! Вот так умирает зенотка! Хе-хе-хе-хе! Вальсон, так каждый доктор умеет! А вот вы могли бы изобразить старый добрый английский стул? Что? Старый добрый стул? Да! С гнутой спинкой! С гнутой спинкой! Слабо! Раз плюнуть! Че здесь сыщик? Пока я жив! Хе-хе-хе! Вальсон, вам плохо! Не мешайте, я вкажу вопрос! А-а-а-а! Хе-хе-хе! Ха-хе-хе! Ха-хе! А-а-а! А-а-а! Вальсон, это из вас! Обворовать меня! Самоприличательного из всех обворованных сыщиков! Какая нахлость! Нам, будь ласка, као и бекон по выдлам! Так ничего ж нема! Усягать ему сколи! Тобто добрые люди все забрали! А нам, сдается, еще и есть! Значит, это уже все державное войно! Значит, пора брать! А что такое? Зараз усе воруют! Кажут, мы еще в закон! Кто не будет воровать, кто вас державы выжинут! Хе-хе-хе! В нас, мабуть, меняется программа, бо мені принесли новий текст! Э-э-э! Помогите, ради Бога! Мы сами неместны! Это, мабуть, сериал про путешествия! Ха-ха-ха! Э-э-э! Ой, помогите, все сгорело! Какая трагедия без користости счастья! Нет, я без слез не могу объявлять всю трагедию! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Пойду за слезам Ив! Субтитры создавал DimaTorzok Продовжим наше шоу, не смотря ни на шоу, бо в ньому і так нема на шо смотреть. А зараз... Продовжим наше шоу! Зараз ви почуєте економічні новини від голодного обозрівателя духовно-ніщого Шандровиця. Хе-хе-хе! Полезные советы! Щобы стать очень богатым, нужно, знаете шо, нужно где-то достать очень много денег. И положить их на свой счет в банке. Хе-хе! Хе-хе! Наконец-то принято решение об усилении кабинета министров! Кроме министра без талфеля туда входит министр без тебя и совести и министр без телефонов! Хе-хе-хе! Хе-хе! Хе-хе! Открытие века! Сотрудниками налоговой инспекции открыто пятое действие эспетики! Отнятие суммы навсегда! Хе-хе-хе! У нас ничего не осталось, крім шкури! У! И рейтингу! Навряд! Хе-хе-хе! 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 А який голосистый рейтинг! Он нам еще понадобится! Мы в финансовое подполье уйдем и будем там делать шоу! А мы рогам ответим великою голодной дулею! Ах! 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 Прощай, товарищ! Я тобі в ломбардцу керку принесу! Ах! Ах! Якби ви знали, пониці, як мало праць отведуть всіх! Хе-хе-хе! Всі гроші уходять на підтримання тюлянта у вертикальному положенні! Хе-хе-хе! Всі-всі замечательні люди жили у злитнях і крохоборстві! Ах! Ах! І плаче! Ах! Я теж злитень і немножку крохоборець! Дивіться серіал про жалюгідне життя велике, але нікому не потрібних замечательних людей! Хе-хе-хе! Хе-хе! 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 Самую большую комнату в квартире занимали первый новый русский Савва Морозов, его супруга Бояриня Морозова и их сын Павль, тоже Морозов. Хе-хе! Хе-хе! Чтобы соседи не видали, как широко он живет, днем он жил узко, а своим богатством пользовался ночью. Хе-хе! Батюшка-царь часто по ночам подглядывал за Морозовыми в замоченную скважину, пытаясь поймать их на горячую. Хе-хе! Хе-хе! Иногда он неожиданно входил к соседям и просил то мазь для скипетра, то денег для державы. Хе-хе! Хе-хе! Но Морозовы при его появлении сразу же клали зубы на полку и доставали оттуда свою неприкрытую бедность. Савва садился с протянутой рукой, пытаясь закрыть телом золотой стул. Хе-хе! Хе-хе! Парыня начинала делать рубище из топора. А Павлик под граммофон плакал голодными слезами в голодный обморок. Так продолжалось до тех пор, пока Савва Морозов не отобрал у сына за плохое поведение толстую золотую конфету работы Фаберже. За это сын начал делать ему пакости и класть их в горшки с золотом. Савва с женой по очереди непрерывно пороли сына и в конце концов совсем распороли. Хе-хе! Здоровье мальчика не выдержало справедливости. Он раскаялся и рассказал батюшке-царю, что в подушку зашита золотая селедка, которая воняет как настоящая. Хе-хе! Ночью к Морозову нагрянуло его императорское величество с понятыми и конфисковало все излишки, включая начельный крест и обои. Хе-хе! Павлик торжествовал, потому что в тот момент у него еще были зубы. Но утром к нему пришли папины кулаки и зубы навсегда покинули храброго мальчика. Хе-хе! Ничего в них не выйдет! Бо меня охраняет римпис! Давно сказали, что я редкостный кодел, то есть вы ни раньше вид. Не хвилюйтесь, скоро повернусь! Хе-хе-хе! АПЛОДИСМЕНТЫ З усіх болячок, которые чатуют на человека, найбільш невеликовна хвороба – это злидни и зубы живые. Если у вашей аптечки есть большая лопата, попробуйте поковыряться на городе, может, найдете скарб. Но, как вы, но, как вы, все-таки, вважают наиболее эффективным, чтобы вам на голову раптово впав з неба багатый дядечко из Багатой Америки с величезным мешком грошей в одной руке и за поветом у другой. Хе-хе-хе! Как вы дядько из Америки, которого крали циари и выучили на миллионера. Хе-хе-хе-хе-хе! Коли я помру, ци миллионы будут твоими! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Нам некогда ждать милостей от природы! Дядюшка, вам внуков? Хе-хе-хе! Ты бачим? Три инфаркта подряд! Хе-хе-хе-хе-хе! Жрявец, я там, за телевидить я ему! Хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Да, а все почему? Потому что рейтинг сохранили! Ай-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Але два-три дядюшки в неделю для рейтинга никому не помешают! Эй-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Эй, заканчивай передачу! А чому наші фінансові сальдо заканчуються? Бо мені вже пора їсти ікру з золотими зубами! Хе-хе-хе-хе-хе! А в мене ще є поросонок, хвальсирований з зубрудами! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! А кому що не понравилось, то я хочу напомнить, що наша програма – це велике мистецтво, а не який-небудь там американський долар, що всем нравится! Хе-хе-хе-хе! До побачення! Хее-хе-хе-хе-хе-хе! Вдумайте, вода! Шампанське! До побачення! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе.